Новый 2019 год принесет в общество новые изменения. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова предлагает скорректировать систему централизованного питания в школах, детсадах и лагерях. Согласно проекту документа, требования к приготовлению, хранению, а также подаче пищи ужесточаются. Впрочем, как нам рассказали в администрации Симферополя, работники школьных кухонь справляются с действующими правилами и освоят новые без сложностей. Тем более, что деятельность поваров и поставщиков продуктов под контролем. Качество контролирует Роспотребнадзор и бракеражная комиссия учреждений. И на руководителя учреждений тоже возложена ответственность за контроль за качеством питания. Точно так на горпищеторг. Кроме всего прочего, в этом участвует и родительская общественность, которая по любому вопросу, если неудовлетворительно или удовлетворительное питание, обратиться к руководителю учреждения или к нам в управление образованием. Кроме качества питания, особое внимание уделяется и обустройству столовых. Четко регламентируется количество посадочных мест и площадь для каждого ученика. Само собой, важен состав меню. Процесс его формирования не изменится. Как и прежде, оно расписывается на две недели вперед. Среди главных отличий – установление норм потребления для разных возрастных групп, а также расширение ассортимента блюд. Для детей, во-первых, у нас первые и вторые блюда. Питаются у нас дети первые и четвертые классы. Это завтраки бесплатные, которые за счет бюджета города на 36 рублей. И льготная категория детей. Есть и несколько уникальных особенностей планируемого Санпина. Самой скандальной стала новость о том, что дети больше не смогут приносить в школу еду из дома. Как выяснилось, текст документа запрещает прием такой пищи в столовой. При этом ничто не мешает перекусить на перемене яблоком или бутербродом, который дали с собой родители. Другое нововведение – запрет на подогрев остывших блюд. Проект нового Санпина предполагает их утилизацию. Ранее такого требования не было.